Здравствуйте, Людмилочка! Я опять вас вижу. Здравствуйте! Готовы? Да. Начинать. Цель сеанса – расторгнуть все контракты, подконтракты, подключки, зацепки с антимиром и цельнозором во всех воплощениях. Закрыть все паналы утечки энергии в антимир. Развязать кармические узлы. Очистить прошлое, настоящее и будущее для меня и моих детей. Выйти на четкую связь с моим высшим яестным присутствием и душой. Родиться самой и родить детей Ольгу и Артема в эфирном пространстве. Восстановить свой род. Аспекты. В детстве каталась на взрослом велосипеде. Вдруг руль потеряла управление, и я с горы поехала в чужой забор. Сломала его и через руль упала, при этом сломала себе нос. Хочу знать, почему это случилось, и отменяю. Однажды, лет в шесть, мама оставила меня у знакомых на несколько дней. Перед сном я с ними, сидя на скамейке, сидели мы на скамейке. И они начали, шутя и подтрунивая, отправлять меня в туалет перед сном. Я сразу как-то проявила упрямство, постеснялась на виду всех пойти, и к утру уписалась. И мне было очень стыдно. Отменяю это неприятное событие, так как запомнилось это навсегда. В молодые годы два раза поддалась на уговоры уличных цыганок. И за какие-то копейки, которые у меня были, погадала. Позже, в эти же времена, вместе с соседкой ездила в цыганский поселок. И там гадала у старой цыганки. Отказываюсь, отменяю. И если какая-то карма перешла мне, то возвращаю ее. Пользовалась маятником для определения положительной и отрицательной энергетики. Проверяла в своей квартире и так еще. Отменяю, отказываюсь. Сын маминой подруги Марии, Игорь, снимал с меня порчу. Он брал стакан с водой, разбивал туда яйцо, держал над седьмой чакрой. А также он чистил квартиру. Это было в Минске. И также я приглашала батюшку из православной церкви уже в Квинсе чистить квартиру здесь, в Америке. Отменяю все это, отказываюсь, расторгаю контракты, если они случились. Еще до увлечения эзотерики мне попалась книга, где вначале излагалось происхождение людей от семи цивилизаций. Говорилось, что хорошо иметь защиту в виде фигурки сильного животного. Я использовала имеющуюся металлическую фигурку, там барс или рысь, и даже покрасила ее в такой черно-фиолетовый цвет. Далее нужно было изготовить себе амулет-защиту. Это я уже не стала делать, так как поняла, что это книга от колдуна. Категорически отменяю свои неправильные действия, отказываюсь и расторгаю контракт. Есть такая индийская богиня, Амма. Она каждый год приезжает в Нью-Йорк и стоит большая очередь обниматься с ней. И я два раза принимала в этом участие. Также категорически отменяю, отказываюсь, расторгаю контракт, если он произошел. Для отдыха и восстановления сил, медитации перед сном, пользовалась якобы своей личной фиолетовой пирамидой. Это рекомендовалось в какой-то из книг, я уже не помню. Категорически отказываюсь, отменяю, расторгаю контракт. С этой же целью посещала храм фиолетового пламени, нефритовый храм и храм Иисуса Христа по книгам Аурелии Луизы Джонс. Книга называется «Телос». Категорически отказываюсь, отменяю, расторгаю контракты, если они произошли. Принимала участие в коллективной медитации с построением геометрической кихфигур и меркобы. Категорически отказываюсь, отменяю свое участие, расторгаю контракт. Сегодня мне приснился сон. Я увидела в ванне в стене такие два углубления. Одно большое почти насквозь, второе поменьше. И так думаю, кто это сделал? Потом смотрю, такой рептилоид, как бы крокодил, но мордочка такая остренькая ползет по полу. Я испугалась. И потом вижу маленький совсем такой, как крокодильчик. И я спрашиваю у дочери, она говорит, что это она их принесла ко мне. Хотелось бы знать, что это значит. Так дали здоровье. Дрожит левая рука, когда держу предмет. И даже вот как-то правая у меня почерк изменился, начала подрагивать. Хочу знать, на что это притянулось. И очень хочу убрать причину на тонком плане. Может, я в чем-то виновата. Я раскаиваюсь. И прошу прощения у вселенной первотворца. Далее второй вопрос. Это сын Артем. Курит более полутора пачек сигарет. Отчего у него сильный кашель? Учитывая то, что он отказывался от этой зависимости на сеансе. И я отказывалась. И отказываюсь на этом сеансе. От возможных воздействий с моей стороны, о которых я не помню. Я хочу знать и отменить эту причину его зависимости на тонком плане. Очень прошу его высшее я и мое высшее я посодействовать в этом. Вот что-то есть сразу мне. Вот фиолетовое пламя. Нефритовый храм. И храм Иисуса Христа. Что вы с ними делали? Телус. В медитации туда отправлялась отдыхать, наполняться энергием для здоровья и для всего прочего. А что такое Телус? Это название книги Аурелия Луиза Джонс. Называется книга Телус. Могу показать? Я ее не выбросила, оказывается. Все выбросила. Она у меня случайно осталась. Ну, смотрите. Да. Насчет сына Артема. Проследим, чтобы вы передали ему информацию. Но мы не можем никому ничего приказывать. Да, конечно. Да, конечно. То есть он делает выбор своим сознанием. Конечно. И это его выбор. Точно так же происходит, если человек, например, заявляет противоречивые вещи. Он говорит, что он чистый и лучистый. Но врет, например. Но что-то делает то, что он знает плохо. Ну, то, что он... Знаете, как Вселенной все равно, что мы о ней думаем. Если мы не хотим узнать, что она думает обо всем. Да? И то, что мы себе представляем, что Вселенная должна подстроиться под нас, под наши какие-то представления, как оно все должно быть, то это так не работает. Работает наоборот. Если мы хотим, чтобы у нас все было хорошо, мы должны узнать, как дела обстоят у Вселенной. Что она думает по поводу, что такое добро, что такое зло. То есть по любому поводу. Да. И если мы это принимаем, то это проявляется в наших действиях. Но если мы говорим на словах, что это мы принимаем, а действия говорят о противоположном... Я когда-то видела такую картинку, как там нарисована была такая иллюстрация, как идут две колонны людей. И у одних, и у других написаны транспаранты «Любовь». И вот они приближаются друг к другу, они идут навстречу и начинают этими транспарантами пить друг друга. Понимаете? Да, да, да. Да, точно так же. У нас, к сожалению, тоже мальчик один очень хороший, мы прошли с ним интервью, он больше не показывается. Он любитель покурить марихуану. Я говорю, ну вы должны, по крайней мере, к этому отнестись правильно. То есть есть... Или вы ее не хотите бросать курить? То есть убедить себя нужно, что это для вас хорошо? Или если... То есть решить этот вопрос как-то для себя. Потому что человек должен быть честным. Знаете, есть честные сатанисты. Они говорят, я сатанист, я служу дьяволу, вот я хожу в его церковь и так дальше, бойтесь меня. Это честный сатанист. Он честно говорит, кто он такой. Ну и есть люди, которые по факту сатанисты, но одеты в золотые одеяния, шапка на голове, крест в руке, и они служат великими... Посредниками между... Великими, как бы это, патриархами и так дальше. То есть они заявляют, что они отцы. Что такое патриарх? Это отец. Ну хорошо, мы умеем это распознавать, кто кому отец и откуда это все ноги растут. Вот, поэтому нужно быть честным. То есть если он говорит, это мне хорошо, я курю, значит, ему нужен этот опыт. Понимаете, ему нужен этот опыт. А может у него такой, какой-то стресс, что он, ну какая-то психика, что он по-другому не может снять этот стресс, только вот таким образом. Понимаете, то есть это, как говорится, давайте не будем судить друг друга. Потому что с нашей точки зрения мы... Я точно знаю, что правильно, что неправильно. И вы точно знаете, что правильно, что неправильно. И так каждый человек. Абсолютно каждый человек. Но то, что мы знаем, это может, когда мы сойдемся вместе и начнем говорить, это может оказаться совершенно противоположным. Тот один говорит, быть искусителем хорошо, потому что он помогает выявить какие-то негативные стороны у другого человека, а другой скажет, это очень плохо. Это неправильно, потому что подставить под ножку и потом говорить, вот ты упал, давай разбирайся в своих проблемах. Это, знаете ли, это подлость и это шизофрения. То есть и сама... Это уже психиатрия, это уже, знаете, болезнь. Это мое убеждение. Но другой человек, у него другое убеждение. Вот. Говорит, что убивать мальцев, это хорошо, это нормально. Он им приписал, какие они все фуки-бяки. Поэтому, чтобы людям было проще побороть этот барьер, не убей. То есть он перевернул все вверх ногами. То есть для него это хорошо? Конечно, хорошо. То есть можем мы в этом сойтись? Не можем. Что такое правда? Что такое ложь? Каждый ее видит по-своему. Естественно, каждый, если кто-то это по-своему, которое не совпадает с тем, как думает об этом Вселенная, как работают коны Вселенной, то тот, кто думает неправильно, он получит свою карму. Но если мы будем навязывать ему свое мнение, то мы получим карму. Потому что это его жизнь, это его опыт. Но человек не может с первого класса перейти в десятый. Он должен или остаться в первом классе, или его спишут, скажут, так он вообще не способен учиться. Ну, или по чуть-чуть пойдет во второй класс, пять лет посидит во втором классе, десять лет в третьем. А некоторые уже институты позаканчивают, и диссертации за это время подописывают, пока тот школу закончит. Ну, он закончит когда-нибудь. А некоторых вообще списывают, говорят, так он не годится, он вообще не способен ни запоминать, ни учиться, и он вообще социопат, его вообще нужно закрыть куда-нибудь от людей, потому что у него звериная психика. Вот, понимаете? А у нас же, а мы же хотим всем помочь, у нас же вот это желание всем помочь. А каждый проходит свои собственные уроки. Каждый лучше всего знает, что для него самое лучшее. И на самом деле, чтобы человек не выбирал, он выбирает для себя то из того багажа, который он тащит за собой. Поэтому тут, как говорится, отпустите эту ситуацию. Он взрослый мальчик, он с этим разберется. Конечно, но что-то нам четко мешает. Как это так случилось, что у меня вот звонит. Это не тот теле... Видите, компьютер тот просто выключился. Так, сейчас, одну минуточку. Я должна отключить. Вчера какие-то все настройки у меня поменялись. Все пароли, все нужно было обновлять. Не знаю, что тут. Так, все, больше не будет нам мешать. Я хотела сказать, что в этом вопросе я написала, если это от меня во мне что-то, что мешает ему бросить, только если это во мне, если я что-то сделала и что-то сделала. Не то, что я его собираюсь менять. Так, а вы, Сон, рассказывали вот это, что вы мне сегодня написали? Да, рассказывала. Да, интересно. Это не просто так. Если бы мне рептилии приснились, наверное, я бы не удивилась. Они тут у меня ползают перед окнами. Сегодня смотрю, такая огромная, как пол крокодила. Игуана ползет. Они у меня тут разноцветные, ну, через... на противоположном берегу. Сегодня рыжая. То есть черные, рыжие, зеленые. Еще есть такие поменьше зеленые, но они такие вот здесь, где-то до метра. А это был рептилуид, ну, мордочка такая остренькая, как у ежика. И какая-то такая, как бы, кожей такой покрыта коричневой. Понятно. Ну что, идем смотреть, что там. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да, я сейчас хочу понять, что это я всегда вижу перед сеансами. Это как конструкция. А потом в эту конструкцию, как бы встраивается само, но сам человек, которого мы, с которым работаем. Потому что я вот так в секторе магии увидела такое, как фиолетовое пятно, как эгрегор, какой-то внутри. Кто-то вот так как сидит, как будто бы вот так, где-то на каком-то табурете. Его две фигуры. Так вот эти фигуры. Из сна. Бьют, бьют и говорят. Мы же тебе говорили молчать. Молчать. И когда я подумала, и подключка от них идет, как в сектор принятия решений. И когда я подумала, что это такое, мне пришел ответ, что это вертикаль сознания. Вот вертикаль сознания. Это вертикаль разделения сознания, подсознания и сознания двух миров, вертикальных миров, до получения результата. Вот это вчера проявилось на сеансе, когда эта вертикаль вот так стала горизонталью. То есть все тяжелое должно находиться внизу, легкое вверху. А если вот человек идет, вот это замещение энергии в каких-то решениях, его событиях, то он эту как бы разделяющую грань как открывает крышку, то есть получается вот эта ось, которая разделяет сознание и подсознание или левую сторону отдельно и правую сторону отдельно, чтобы сознание и подсознание не коммуницировали между собой. То есть это да, это та конструкция, которая это какой-то ментальный, да, это ментальная конструкция. Как-то почему она ментальная? Потому что она касается души и духа. На очень тонких уровнях. То есть это как ось сознания, скажем. И я вижу, что, да, оно как буквально как будто бы такой ствол, на которой вот из сектора магии интерферентов с такими как крючочки. Знаешь, есть такие игрушки, когда детки на такую елочкой мы называли на такой стержень одевают там разноцветные колечки. И вот я вижу, как на этот стержень потом как закидывают арканы такие со стороны магии, со стороны интерферентов. То есть уже существует эта ось и это идет уже есть куда зацепиться. Эта ось она вообще естественная для души человека? Нет. Или просто неестественное положение? Оно должно быть во Вселенной в идеале его вообще не должно быть. Это должна быть вообще одна точка. Очень низко одна точка. Она находится в углу, я слышу. Она находится в углу, она когда-то там была. И она когда-то не была проявлена, она была как прозрачная, а потом она проявилась, вот я вижу, когда проявилась в деле, тогда появился результат решения. Это как вот этот Адам и Ева, то есть когда вкустили, то есть когда человек, человечество решило пойти не по конам Вселенной, светлой, чистой, а по познанию зла. То есть отказалась познавать только добро и начали познавать полный спектр и добро и зло. А зло всегда, когда оно проявилось, оно начало разрастаться и образовалось вот это как, это похоже как будто вот прорвало канализацию где-то внизу в котловане и котлован постепенно начинает заполняться водой. Вот так образовалась вот эта виртуальная ось, разделяющая зло и добро. Но когда вот человек принимает неправильное решение и соприкасается с этим злом, то там где его ноги вот в его пространстве там начинается там есть такая вот точка потому что вот он пошел не по той дороге и он как будто бы идет по такому как натянутая как канат натянутый и вот эта горизонтальная полоса она начинает вот так подниматься и становиться вертикальной и таким образом зло стало наравне на уровне добра как в зеркальном отражении и разделилась тогда вот левая и правая часть и разделилась тело отдельно дух отдельно душа отдельно то есть произошло разделение человека и замешательство естественно потому что смешиваются энергии зла и добра трагедия по какой причине ты вот видишь эту конструкцию я слышу да я слышала чтобы разоблачить зло и я увидела я чувствую это как это происходит то есть это есть некая конструкция ментальная но то есть сказать в эфирном пространстве это можно сказать похоже как мозг да когда ребенок рождается он уже есть этот мозг и потом в этот мозг загружаются разные программы по желанию или по обстоятельствам и начинается там работа вот точно так же это есть некая конструкция это сейчас мне идет как в библии описано когда бог творец творит свои творения он вылепливает каждое творение своими руками уникальное и каждый горшочек уникальный хотя не все дело рук одного мастера а антимир он имеет определенные шаблоны и он ну так даже я когда-то смотрела что есть то есть делают кувшины и всякую посуду творческим путем то есть отдельно каждую каждый мастер делает и есть как штамповка то есть это фабричная такие штамповка все одинаковые то есть этот инструмент куда заливается эта глина он уже есть я вот это вижу вот эту саму конструкцию в которую встраивают те которые вот попадаются на эти крючки ну хорошо думаю тогда это проявится если нужно будет вектор отсоединяйся от всех и всего поднимайся повыше я посчитаю 1 до 3 и ты найдешь в эфирном пространстве эфирное тело людмилы людмила один два три я увидела что она находится в пространстве которое похоже как какой-то туман прямо четко вижу ее лицо она верхняя часть ее как будто бы над тучей знаешь как небоскребы выглядывают над тучами если смотреть самолета вот она такая большая ее ноги вот буквально от сердечной чакры вот внизу в таком пространстве и там такой ветер сильный дует и там вот эта вся конструкция там очень много разных я слышу хозяев инструкторы хозяева которые вот и там все клац и так как металлическая вот правая нога цап такой ремень на ногу железной потом с правой стороны с левой стороны ногу кто-то как обглодал однокость и там такая вот это фиолетовая пространство как такой шар фиолетовый ярко фиолетовый цвет потом сверху таким черным внутри сидит она на этом стуле фиолетовый эти ее бьют и там в этом секторе магии такой большой лист фиолетовый этим листом вот так ей машут перед ней и вот так руками и говорят что они приказывали молчать хорошо это подвинь все эти ситуации давай считаем эфирная днк людмила она ли это дата на спасение разрешение потрудиться с ней и для нее она ко мне обращается говорит викачка да она разрешает и показывает что у нее какой-то здесь такой как квадрат черный с правой стороны который и она как-то его как-то переносит вниманием показывает на сектор будущего такой сияющий там портал буквально как-то дверь открыто так высоко-высоко оттуда идут голоса такие куда этот портал ведет что это за портал это сияющее будущее и начало всех начал так очи там голоса сейчас я пойду туда посмотрю вектор и вижу стоят какие-то мужчины с бородами несколько один так стоит и смотрит это старый такой а перед ним этот лист черный который я людмила показывала и там еще стоят другие люди дети есть какой-то человек как будто бы человек смотрит в через лупу туда и они говорят они они говорят а вот я слышу это с бородой говорит показывает на туда еще за собой дальше еще дальше говорит что мы послали ее исполнить волю и показывает вот туда это как-то связано с этим черным листом да сейчас я посмотрю что это я им спрошу я постучала и спрашиваю могу ли я с ними пообщаться а я мы целуемся обнимаемся целуемся я спросила кто кто они они показывает вот окна сектор интерферентов который у людмила там мы все правой ноги и говорят мы родня рот а почему он показал на этот сектор интерферентов он говорит что мы пришли из глубины а я спрашиваю кто а он говорит это родня ее и он говорит что она обещала но по-нашему это как спасти рот это какое-то место где отдыхают души они ждут освобождения то есть они не сильно там и отдыхают только вот этот черный лист виктори который там находится что это за лист там внутри этого листа проявляется такое сияющие какое-то как пол кольца сияет а половина другая черная и он берет эту штуку и вот так трясет как будто бы хочет вытрясти и она падает сектор интерферентов он говорит что мы предупреждали ее об опасности и также говорит что она сильная также они говорят что говорит что мы уйдем когда она придет знаешь что я впервые в жизни попала в пространство умерших я никогда с ними вот так не разговаривала сейчас я хочу поставить вопрос кто они да это ушедшие души из воплощения и также они показывают что они находятся в эгрегоре они как захвачены она вот так выглядит внизу там этот эгрегор который с правой стороны и как шар черный от которого вот так ниточки тянутся как как будто бы вот так захватил ли это пространство захвачено где они находятся и это на полпути к вот так первоисточнику они находятся в живом пространстве то есть я вижу что это рот людмилы ну и наш рот потому что мы все с одного места выросли от первоисточника вот но это ее и я вижу что это видео пространстве вот эти программы ну это и у меня так и у каждого это ее родовое вот эти родовые программы и они находятся вот как под левым крылом вот а и и эти программы ведущие то есть чтобы они как влияют они влияют на выбор на на выбор и вот это какое-то обещание да это связано обещание с этим половиной кольца черное да так что это вообще за это половина кольца черное что это за ну сейчас я посмотрю я не знаю что это из-за белое такое посмотрим что это за кольцо а это такое так такой образ идет как такое толстое металлическое кольцо которое вот так как-то зажимают чтобы проверить хорошо ли держится хорошо ли держится и вижу что вот эту вертикаль магия принятия решений и это находится вот в 3 чакре это кольцо и в секторе магии вот этот фиолетовый какой-то эгрегор и там находится вот этот дедушка который говорит что а мы тебя предупреждали так это дедушка он секторе магии находится он на двух местах находится даже в 3 он находится в секторе магии а там не только дедушка там дедушка еще какой-то и там программа программа выглядит как человек человеческая не как будто бы фигура но руки и ноги заостренные паразитическая программа паразитизма на голове это вот голова не такая как голова а про просто из туловища заканчивается таким треугольником и ноги так заканчивается и руки это программа лезть который помогает пролезть в душу человека открыть подсознание я вижу что это короче лесть а кому она принадлежит в этой ситуации сейчас посмотрим этой программа да это программа а в секторе интерферентов появляется огромное существо очень агрессивно и выкрываем морда лица как будто бы из болота сделано и весь такой жуткий а как лягушка приказывает ему существу отвечать кто он такое это программа это как программное обеспечивание такое это как сон разума такое черное бесформенное такое пространство она считывается как сейчас как-то диагноз то диаболос как одно к другому вяжется я не знаю но что слышу и говорю так его вот этого чудища вот это бесформенное как болото такое отбросил люцифер то есть она он как бы прикрывался это его сон разума это его мыслительные процессы это его разум это его разум который называется как диаболос то есть сплошное вранье и также считывается что это диагност то есть ложь а вот этот паразитическая это которая залазит во все щели лезть 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 это как исходная от грубой лыжи вот она определяет да она как бы работает вот этим арканом захватывает внимание человек хорошо это с этим понятно эта программа так давай посмотрим когда эта программа появилась впервые в пространстве людмилы что это было за событие людмила показывает эту книгу голубую и пальцем вот так читает как она называется телос телос я хотела сказать телос потому что я не знаю такого слова телос там написано телос вы телос голубая книжка и я вижу что она путешествовала по этим вот пространством лжи в этом сознании этого дьявола и создала вот эти я слышу уголки памяти и вот там какие-то вот эти там вот эта фигура которая похожа на человека но это как лист такой паразит это белая фигура она буквально стоит возле этого дедушки и вот эти дети еще двое часа посмотрю что это за дети поля а вот девочка и поменьше мальчик это ее сын артем ее сын и дочь то так вот это на глист это есть вот эта программа что это за а этот глист это ей сон приснился с этими странными существами это как раз она и есть они как сторожа инструкторы то есть они следят за тем чтобы человек не вышел из их организации и это они ее били и орали что они ей приказывали молчать эти охранники они появились вследствие прочтение вот этой книге телос нет ни не прочтения тогда когда она это приняло решение что это правда здесь в секторе принятия решения вот на уровне ухо и глаза так это я слышу там находится читательная копия читательная копия да 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 ну смотри есть память визуальная слуховая а здесь оказывается а где слух и вот это все вот здесь буквально как коричневая такая вот пластина толстая это как блок управления то есть ну вот так мозг работает например человек заболел сразу организовывается контора которая будет там центр такое правление контора такая которая определяет что за вирус какие нужны выделить ферменты какие нужны кровяные тельца куда послать чего выработать чтобы победить эту болезнь то есть создаются вот такие центры управления здесь тоже вот я вижу создан такой центр управления он конечно же связан с моторикой то есть моторика глаз вот вот эти я вижу как людмила даже пыталась что-то читать как вслух задействованы вот эти мышцы здесь память хранится она как бы повторяла до внимала буквально она это приняла как чистую за чистую монету и вдруг выскакивает оттуда сектора магии огромное животное как черная рысь как пантера считывается ментальный защитник что этот защитник защищает он защищает вот людмилу которая находится она вся вот как сжатая такая почерневшая сидит на табурете от табурета вот по ее позвоночнику такой идет как хвост подключка в сектор интерферентов в секторе находится еще одна копия то есть ее же вот эти фантазии находится по отношению к ней секторе магии то есть она подсоединилась к таким информационным копиям других людей которые создали этот игр это она выглядит как такие вот какие то как будто на шар налепились много шаров черные и фиолетовые вот так цвета а внизу там есть копия и это копия уже там вот этот ходит как будто бы пожиратель и он жрет это все в рот запихивает то есть он поглощает питается этими энергиями этими подключками подписывать людмила контракт когда она приняла решение принимать что это правда эта книга да я вижу что на физике она я вижу стоит и красит статуэтку вот я вспомнила написала в аспектах и вижу она красит эту статуэтку это животное идет вот это имя memphis не знаю что есть такой город вот это тотемное животное типа то я вижу что вот я считывая что это за тотемное животное какая вообще смысл этих животных и она считывается как звериный разум но не животного мира а именно как дикого зверя то есть антихриста вот то есть это призывание свое пространство чужеродных энергии программ которые бы вот как охраняли как охранники чтобы с человеком ничего не случилось чтобы он не поднялся высшее пространство и не освободился а не стал живым духом понятно так что за контракт людмила подписывает покажет она даже печать там поставила какая-то печать в виде пирамиды кто приказывает всем сторонам этого контракта проявиться согласно эфирных днк встать по старшинству я вижу что перед ней появляется образ этой голубой книги которая ко мне этой стороной а листы вот так и они перед сами по себе перелез листаются как будто бы ветер их так она туда смотрит там использован гипноз а с этой стороны я вижу как по центру этого переплета подключка такая и она выглядит как шнур с обмоткой то есть электрический шнур внутри сверху обмотка как обычный шнур и там розетка есть то есть она через эту книгу подключилась какой-то как информационный бласт что такое власт пласт или у вас английское слово да там присутствует и и вот эти снова голубые энергии оси синхроник синг сейчас синхронизируется то есть ее там где вот этот а память и и вот это где этот центр управления он фактически коричневого цвета то есть программы жертва и оттуда идет синхронизация с эти с этой книгой с этими энергиями так а кто с кем заключила контракт людмила приказа ему проявиться так появился вот этот как клякса такая только уже маленькая и очень низко нижнем пространстве этот который как диаболос то есть фронт за ним стоит как а он как щит а за ним стоит кто за ним стоит приказываем проявить грегор власти и грегор власти вот спрут нет я не знаю не подсказывая мне никогда я должна все увидеть я никакого сприта не вижу кто хозяин этого игры грегор власти приказа проявиться в его пространстве так появляется какой-то как колдун маленького роста как карлик шапочка такая как звездочет вот я его видела да но всегда звездочет и он как будто бы сидит своей какой-то лаборатории в каком-то пространстве и когда ты сказал он вытащил вот так как это обсерватория то имеет наблюдательные эти объект ну трубки такие и вот он как позорную трубу вытаскивает и просто на меня посмотрел я просто посмотрел там его глаз так тенден я приказываю отвечать кто он такой он говорит что он главный управляющий у него такая длинная борода черномор так чем он управляет приказом отвечает говорит о соединении от власти творца хорошо это раз соединяйся от этого звездочета да кто там глава кто там хозяин этого звездочета приказываем проявиться в его пространстве тяжело дышит лежит считывается мучитель он сам учиться и всех мучает вот этот сатанаил он отделен от мира живых своим телом то есть он не может воплотиться он ничего не может но разум его еще проникает по всем пространством где люди его принимают и он мучается сам потому что он саморазрушается самоуничтожается и он тащит на дно всех тех кто через эти эзотерические практики гипноз млп и программирование религии вот эту всю ложь соприкасаются с ним и и решают идти с ним как бы принять его участь понятно который отсоединяйся этот восстановила до поднимись повыше до молю мила уже вышла она уже над тучами по колено находится и сейчас видно хорошо подключка в третью чакру хорошо давай посмотрим этот контракт викторе на что согласилась людмила она говорит что показывает создать многомерную реальность типа это и такие вот много-много-много пространства они как шары фиолетовые матрица матрица угнетения и я вижу что когда она вот это вероятно уже не делает то вся эта конструкция продолжает быть ее решение там есть центр управления тоже есть отток энергии тоже есть и вдруг в секторе магии появляется такой символ вот вижу артема как будто он курит сигареты все весь этот дым везде так сейчас я посмотрю что это это она как будто бы вот эти тучи это как дым это как напоминание это как вот это психосоматика нашего и пространства что нужно затушить эту сигарету которая постоянно курится это на физике это проявляется таким образом она ее постоянно вот как бы кошмарит да он курит очень много а ее это кошмарит то есть не дает покоя чтобы как говорят чем больше у человека стресса тем лучше он учится внимание обращают на это да а это вот как-то связано сейчас будем смотреть именно с этими пространствами снова появляется этот зверюга я вижу что она как будто бы своих детей вот так прижала к себе и они как вросли в ее ноги и стали как одним целым то есть ее рот вижу что и его ее дедушка не знаю каким образом он связан с этим но он вот пришел чтобы то есть он тоже там находится а он как бы предупреждал он говорит что он предупреждал то есть от него идет такой посыл что нужно освободить внуков правнуков а он же хочет родиться воплотиться он хочет воплощаться в этих вот эгрегорах в этих подключках и и и говорит что людмила обещала что она обещала что он родится свободном пространстве воплотиться хорошо да виктория посмотрим еще контракт да ну что еще какие условия я вижу так что она вот так путешествовала по этим астральным на как бы создавала такие астральные пространства параллельные миры своем пространстве и естественно в общем поэтому они имеют доступ к ней потому что все как зазеркалье имеет еще много копий разных вот так контракт с ее стороны я слышу освободить душу я слышу душу предков то есть одна душа много предков говорит душу чтобы передать наследие а с их стороны снова появляется этот эгрегор власти и я вижу как отсоединить и она вот так как в глубину падает отсоединить от власти творца и еще кто-то появляется в секторе магии приказываю проявиться кто находится в секторе магии согласно физической динка появляется илья такой маленький моно большая большая и она выглядит как такая рыбина вот как этот человечек который там был с такими вот шапочки ну они просто как как листы какие-то паразиты вот она так выглядит только глаза огромные рассчитывается что она создатель стеклянных миров фантазийных миров также я слышу отсутствие реальности бред и каким образом она как носители вот этой программы которые там как рептилоиды только белые эти паразитические как лесть то есть это ложная это ложная ложь как это ложная ложь ложь как так как две стороны то есть с одной стороны ложь а с другой стороны тоже ложь то есть они не могут это при назвать истиной она не называется в эфирном пространстве вообще никак то есть они хотят представить есть такие побуждения ложь прикрыть истиной лестью но она все равно не получается выходит наружу хорошо я приказываю мани или отвечает что они делают в пространстве людмила они подсаживают эту зверюгу это вот эту пантеру где она стояла там этого тотемного зверя этого охранника диагноста он диагностирует принадлежность или вот к анти миру и в этот момент я вижу как людмила такое знаешь как человек поймет что происходит и по-английски говорите свой фолд хорошо понятно хорошо людмила хочет вернуться на отказаться от принятия этой книги как правда хочет отказаться от чтения этой книги связываться с этими питерными животными пусть людмила зайдет тот момент когда она решила заниматься этим и откажется она прижимает к себе эту голубую книгу и говорит я еще не решила так а почему что-то еще хочет узнать я вижу что она как будто бы звук вот так ложит ее и как бы на будущее еще то есть она же не уничтожила что она хочет сделать кто она хочет людмила расторгнуть этот контракт этими отказаться от этого делать этого тотемного животного но смотри она так не работает если человек не отказался на физике она не работает у нас много было сеансов когда даже картина которая висела то прервали сеанс уничтожили картину после этого почистили дом до этого 5 сеансов было полтергейст в квартире бегал пугал картина себе висела никакого отношения не имела ни к религии вообще ни к чему хотя вал были открыты другие порталы там и зеркало вынесли то это колдовские принадлежности по выбрасывали после сеанса все супер через какое-то время опять начиналось висела картина подаренная просто на каком-то корпоративе плохим человеком с плохим умыслом был открыт портал который через который вот проникали эти все убрали через 20 минут мы продолжили я же вижу она прижимает эту книгу то есть на физике подсознание срабатывает тогда когда человек на физике четко уже определился потому что подознание ничего не решает когда ты спросил то такая черная я я видела потому что огонь с полаха загорелся огонь когда ты спросил то появилась вот эта черная энергия которая выползла из сектора магии этого тотемного зверя этот сторож ледмила на физике выкинула эти книги да говорит выкинула книги все верит нет сейчас я смотрю на ее эфирное тело и я вижу как она поднимается это туча дымная опускается вот ее уже ноги ступни только черные а вся она такая огромных размеров стоит в таком и уже начинается сияние я вижу она берет сияющую ручку и она по сравнению с этим листом этот лист уже такой маленький маленький но вот посредине вот эта штука такая она выглядит как черная энергия вот так переливается из такой как будто рту лучше я вижу она макает туда перо это как чернилица пишет раз торгаю я вижу как этот зверь этот темный зверь он как шкура упал прямо на сектор магии и по этим всем лишь как человек падает со ступенек вниз вот так по всем этим конструкциям вместе с этими колдунами с этой книга эта книга туда в портал я передаю людмиле чтобы она сожгла со всех своих во всех пространствах все чужеродные эти энергии отменила все решения создавать она буквально вот эти фиолетовые конструкции вот так камни раз разрывает так все чтобы она уничтожила она уничтожает эти эфемерные миры вот все эти фантазии и вижу как дедушка вот этот руками заплескал ладоши и выходят эти две фигуры черные я передаю любили чтобы она отменила решение каким-то образом влиять негативно на своих детей на олю и артема и передать им эту карму через ее это я вижу как выходят семечки она эти разламывает они такие знаешь есть такие камни красные они как живые внутри такое впечатление что это чита грезы сгустились до камней вот она их разламывает они как камни внутри такие то ли камень то ли кровь то ли непонятно что и там такие семечки черные считывается семя дьявола я ей передаю чтобы она вернула свое живое семя то есть свой дух себе своему роду своей семье хорошо да так отменен от этих всех тотемных животных пусть приказывает мы не забирать их ними руками все их воздействия сначала вот с этими с этим эгрегором разбирается вижу она отменяет решение красить эту зверюгу вот отправляет в портал и выбрасывает вот так отламывает вот этот центр управления эту память вытаскивает я и говорю чтобы она отказалась вот она все от себя чтобы она отказывалась читать любую эзотерическую литературу внедряться в их практике отменяет пусть да и она вышла в то пространство где откуда голоса шли и она взяла у этого дедушки это дедушка сейчас я скажу кто это это дедушка артема артема хочет родиться вот и людмила берет из рук этого дедушки и этот черный лист буквально его вот так разрывает и он так улетает как знаешь как говорят как фанера над парижем там она полетела прям звук такой вот и очищает это пространство берет вытаскивает этого дедушку и вот так поднимает сектор будущего я передаю есть чтобы она эту подключку убирала с 3 чакры и отменяла любые решения соприкасоваться сантимир а так вижу надувается какой-то шар сбоку с правой стороны кто-то в левой стороне дует и надувает искусственный шар так то это приказываю проявиться отвечать кто это надувает ему я приказываю проявить соответствие его эфирным днк и отвечать кто он такой я вижу какая-то женщина руки так положила на стол с картами что-то связано может сыгрань к сейчас сейчас я хочу посмотреть что это она надувается такое она считывается как дополнительное тело как энергетическая субстанция на вся как будто внутри ты есть такой появляется женщина у нее такая дайте цыганка пальцы с кольцами и мне такая трубочка а там сигаретка как вам он штук знаешь и она вот так как-то сидит как будто бы на качалке и и курит так приказываем ей отвечать что она делает приказывает и цыганки отвечать что она делать в пространстве людмила а она берет вот это что-то и говорит что она награждает людмилус ей но своим и йод значит безумием делится скажем так энергиями безумие этого безумного пространства так я спрашиваю еще какое отношение и она имеет к тому что и сын людмилы артем курит и она сразу отвечает что артем слабое звено что через него должен прийти достойный человек снова какая-то преемственность этих поколений идет что она делает что она занервничала и так кричит что она дважды приходила чтобы убить его да важно как с цыганями мило дело людмила так а второй раз что она делала в ее пространстве приказывая отвечать при втором повторном посещение я не знаю как не первые книжной но когда ты сказал 2 то я вижу что она через какие-то свои эти пути она как будто бы проникла и я вижу она вот так стоит и смотрит над колыбелькой она стоит все черная такая жуткая и смотрит на него а глаза как будто бы две шпаки такие ему в глазки смотрит стоит вот с этой какой-то длинной сигаретой длинной тоненькая курит вот так так это она младенца это младенец артем младенец она смотрела смотрела на него он отвернулся на его загипнотизировал я вижу она как частица души его хватит вот так и сердечной чакры и утаскала в секторе интерферентов это как дубликат двойник я передаю эту информацию людмиле и говорю что она может отменить контакты торгаться входить в ее пространство считывать эфирная днк диссио еще детей и и рода и пусть приказывает этой ведьме выбирать ее руками все ее воздействие это приказ приказ на пусть она приказывает отменит все эти похождения к цыганкам и приказывает этим цыгане частности и забирать ее воздействие с нее ее сына я вижу что одна из этих цыганок вот как будто сняла артема как черное такое я ей приказываю она нарушила кона вселенной и это приказ наш приказываю иране гонки выбирают все воздействия ее руками и призываем силы кармы за вторжение в пространство людмилы и артема да а людмиле я говорю чтобы она выталкивала этих цыганей забирала все энергии свои и энергии и и детей потому что это ее пространство все что касается ее рука ее разум принадлежит ей никто не имеет права торгаться в и пространстве так людмила выходит и вот эти черные тапочки уходят ее ноги освобождаются свободны я передаю чтобы людмила убирала эту подключку коричевая 3 чакре и там такой папа 3 чакре такой как ободок чтобы она выходила с этого освобождала все ее пространство души физического тела во всех измерениях уничтожала все копии связи с этим миром наполнялась везде своим собственным светом энергией любви гармонии процветания и передавала сразу же по всем своим каналам своим детям и своему роду во всех направлениях во все времена так черная какая-то штуковина во второй чакре как считается обида на мужа он у нее появился в секторе магии и вижу что он как будто барабанщик с палочками и я вижу людмила и папа к как будто бы игрушечные как будто бы из дерева сделано фигурка людмила ее детей а он так вот опять играет по ним так приказываем ему отвечать что он делать пространстве людмила говорить что он чахнет а какое насилие он делает людмиле приказываем отвечать какую магию он делает никакой он могли не делает это какое-то влияние потом он уходит это открыв но забирается и считывается он как будто говорит это но говорит вот так мой дефолт а почему он в секторе магии находится он не знаю почему может это какой-то характер у него такой был его программы занимают как вот справа с правой стороны милая это вот этот и и который умер уши как раз проси у людмилу почему она обижается на него она ее подсознание не обижается непонятно что это тогда за обиды на мужа какая-то обида есть потом также от него эти какие-то к коленям то есть энергии которые в ее буквально преклоняют тянут вниз но если он ушел мы передаем ему информацию чтобы он что он может освободиться от всех привязок и передаем людмиле чтобы она освободила своего мужа ушедшего простила его попросила прощения у него пусть она передаст ему информацию о наших сеансах чтобы он освобождался тоже от всех привязок и уходил самое светлое пространство где отдыхают уж делает она это делает он говорит разговаривает с этим дедушкой они там сговорились где-то вот так параллельно друг от друга вот так идут вверх я передаю информацию чтобы они поднимались пространство самые светлые где отдыхают чистые свободные души они священные души пусть от этих программ освобождаются и карму отдают антимиру и всем их прихлебателям а сами освобождаются отсекают все и людмила так шух и вынесла сверх я передаю чтобы она снимала себя этот груз ответственности простила всех отсоединилась от всех выталкивала все чужеродные энергии все вышло все пространство как будто бы черный шар разорвался черная энергия вышла она поднимается вверх как ангел хорошо отлично виктория соединяйся от всех и всего кроме я передаю чтобы она закрыла все портала то она так разорвалась так стоит чтобы она уничтожила все эти чужеродные энергии стерла со всех информационных полей все эти чужеродные негативные события оставила себе только не привязаны никаким копиям и убрала все запретила все копии во всех измерениях и пусть запрещает пользоваться копиями о ее душе о душе их ее детей ее рода всем он завис с этой смона и сейчас проявились я и передаю чтобы она полностью отказалась принимать свое пространство эту историческую ложь об этих помощниках это все забрала все свои решения принимать участие в разработке этого антимира и создание этой матрицы этих зверя этого зверинца отказывается вот просто внутрь этого этой фигурки вот какой она видела во сне то она прямо изнутри вытаскивает что-то как будто бы ребенка такого и посадила а это тоже ребенок который сидел вот она вот так сидела вот на этом стуле и сейчас появился образ такого ребенка сейчас я посмотрю что это то есть участие в этих медитациях у ильи смоной она как бы закрепила то что делала раньше какое событие это вероятно вот какая-то зацепка дорогие зацепка вижу что какое-то вот такое событие стоит ребенок на 100 сидит ребенок на стуле плачет маленький еще ходить не может это людмила маленькая становится подстроена это конечно вот подключки черные становится становится на ножки свои опирается на сиденье переворачивается падает маленькая ползунка хорошо да мама сразу подхватываете и мама подхватывает у ребенка огромная шишка на лбу так что в эфирном пространстве произошло образовался вот этот синяк и вот это появилось сразу голубая энергия кто хозяин этой энергии приказываю проявиться там появилась как такой циферблат в секторе интерферентов на которой эта энергия наматывается это тоже вот этот эгрегор власти а это событие она выглядит знаешь как как колодец который кто-то вот мама в данном случае крутит и это событие это как ведро который которые вот туда в портал опускается и эти энергии выходят наружу то есть это как предательство матери которая не до не досмотрела ребенка вот я передаю людмиле чтобы она отменила это ее падение я вижу этот стул уходит растворяется она как энергосфера вот так и и увеличивается она уже не плачет поднимается вверх и буквально как шторы окно вот так раз раскрывает именно в секторе будущего там дети голоса были я вижу как она берет за руки эти этого дедушку и этих детей и просто вот так берет их и подбрасывает вверх и и сама туда переносится то есть как такой я скачок произошел хорошо так людмила хотела отменить эту ситуацию когда она упала с велосипеда когда отказалась это вторая ситуация да пусть она отменит эту ситуацию изменит чтобы не падать да я пишу что много ситуации именно было привязано на ту ситуацию где она упала с этого стула и вот это падение с велосипеда это уже было как тоже как одна из одна и та же цепочка и эти все события и все что мы рассмотрели это были как последствия одной этой же цепочке пусть он отменит вот этот когда она не пошла в туалет все на изменит это упрямство но это не упрямство это со стороны вот эти люди они находятся по отношению к людмиле в секторе магии потому что они обьюзали еще пусть она им отдают карму приказывать им забирать все их не воздействие их ними руками я вижу что это было все их программы так сработали они как считывается что они корм чья корм чей как на корабле тут что корму направляет куда корабль должен плыть и они специально спровоцировали так и его чтобы она оставила там как бы след свой в эфирном пространстве и то есть ее это замешательство то есть это как следующая ступенька была это все матрица так срабатывал хорошо как винила то есть я вижу что она берет как будто бы но тогда памперсово не было ну она как будто бы вижу этому человеку памперсона голову с этими содержимым одевает он уходит я вижу что она как будто топчет то есть она уничтожила это событие я вижу что там мама и и она прибежала к маме то есть снова мама профигурировала как предательница то есть отдала чужим людям не кем кому нужно она с мамой встретилась но как бы отменилась это событие отлично так отсоединить от этой ситуации виктори людмила хочет отменить когда ее какой-то знакомый игорь снимал с нее порчу чистил квартиру весь она отменит просить его это делать как его зовут игорь какой-то сын маминой подруги марии игр снимал порчу и чистил квартиру мне идет что мы это уже работали над этим вот там проявился тоже и и сын он был недоволен я передаю людмиле чтобы она чистила ее пространство от этих чистильщиков отменила это решение вот он уходит окончательно и чтобы она сейчас своим разумом очистила весь ее дом весь ее рот все свои сны и запретила вторжение в ее пространство кого бы то ни было на всех уровнях сознания и подсознания и во всех измерениях прошу также людмила хочет отменить ее решение звать батюшку исправиться в православной церкви очищать ее квартиру песен отменить это решение отменяет ради веничка мимо по голове портал на утилизации закрывать все портал участие пространство людмила хоть отменяет те порождение к какой-то амма какая-то воплощенная богини обнимая обнималась с ней два раза она хочет отменить участие отметить участие в этих посещениях пусть на отменит ну неясно что то такое размытое как какой-то коверчик под ногами уходит а это а мама как будто с левой стороны все три навязанных программ была я передаю людмиле чтобы она восстановила свою целостность свою индивидуальность потому что каждый человек в своем пространстве творец бог творец и пусть всех этих идолах убирает из своего пространства она может только себе помочь и больше никто хорошо пусть людмила все чужеродное отправляет на аннигиляции закрывает портал и поднимается максимально вверх пусть людмила родится заново и без всех этих подключек чистой свободном пространстве свободно пространство если на это сделает о на появилась секторе миссии и говорит я вам обещала и как будто бы сама себя рожает когда она родила саму себя родилась вот так как будто бы сама из себя то как шкурка такая черная от нее отвалилась я и передаю чтобы она эту шкурку сожгла уничтожила разложила на ничто оставила себе только все вот эти божественные энергии и вдруг я вижу как эта конструкция которая сначала сеанса появилась как она вся скукоживается и уходит я передаю людмиле чтобы она всю эту матрицу ее живом пространстве и в пространстве общем уничтожила и вернула себе все частицы души весь потенциал ее рода ее собственный потенциал ее предков и и последующих поколений чтобы она развернула это пространство к поконам священной вселенной и вернула гармонию жизнь процветания для себя и своего рода хорошо пусть она также своих детей ольга и артема родить заново чистым свободном пространстве она их родила и говорит отдаю жизнь ваши руки и как передает сектор первоисточника повыше я и передаю чтобы эти тоже шкурки все в портал на утилизации хорошо она сейчас выглядит энергосфера огромная сияет такие как перри энергии такие как цветы красиво здорово все викторию людмила все ли мы сделали для нее на этом сеансе да хорошо если она хочет пусть она информацию передаст общий доступ или кому кому она хочет в этом сеансе она во вселенной оставляет информацию хорошо когда мы прощаемся с людмилой виктория отсоединяйся от всех и всего как я вас благодарю как чудесно как вы сработали хорошо как всегда даже я не думала что так много у меня еще осталось всего что нужно было расчистить благодарю вас от всей души хорошо что я побежала выбросила эти книги она по-другому так не работает она случайно просто осталось не случайно оказывается где-то пять лет назад мы вот так работали с еленой работали и было много сеансов девушки много там она шаманила вот и вот так как у тебя людмила над головой картина только повыше и когда мы разговаривали то не было видно ее эту картину и мы там другие порталы по открывали и она этих своих подружек ведьмы отшила и ритуальничать перестала этот полтергейст ушел а потом опять вернулся это что же такое да что же такое и говорю лен давай мы посмотрим я хочу посмотреть всю комнату то есть всю квартиру что там происходит и так раз над над ее головой вижу картину обычная картина я даже увидела что-то нарисовано какими красками и она говорит показывает елене вот так подвигает вверх камеру и это же картина висит мы короче я вышла через 20 минут ее эту картину разбили побили в мусорник вытащили вы выбросили мы продолжили и после этого все прошло и сегодня такая же ситуация такая же ситуация только забыли про левую руку узнать чего дрожит она может еще раз это вы не обращались к невропатологу обращалась она говорит нету никаких причин может перестанет дрожать может после еще можно перестать я скажу сеанс да должна перестать ну она так есть видите это как чтобы добраться до семечка то нужно сначала шкурку почистить а потом дальше дальше пока не доберемся да вот так и наша память она постепенно надо чтобы ну знаете если есть такое правило вот например смотрите вот человек родился слепым ему потом делают операцию то если ему сразу открыть глаза после операции когда он уже может видеть то он снова ослепнет от света он не может поэтому такого человека выводят постепенно по чуть-чуть по чуть-чуть чтобы он по чуть-чуть начинал видеть это мы учили в университете когда я училась это такой же пример например есть люди которые никогда не ходили потом им что-то сделали на начали ходить такой был случай это нам рассказывали что какую-то сделали человеку операцию он начал ходить учился учился ходить но у него мозг не воспринимал высоко низко он просто вышел из какой-то лестнице и упал убился то есть привыкать к новым обстоятельствам нужно постепенно и так наша психика устроена вот смотрите как уходят зомби послушайте как говорит зомби за зомбированный человек он не говорит нормальными словами он говорит шаблонными фразами которые он слышит например по телевизору и не за зомбированному человеку это так очевидно что ты говоришь человеку конкретный вопрос а он тебе отвечает заученными фразами готовыми шаблонами какими-то это зомби смотрите и вот зомби встречается с истиной а это истина что она противоположна тому что он знает то что он уверен что это правда и что он делает в первую очередь он отрицает он обвиняет человека в том в чем фактически сам виноват и он не понимает и не видит и этому зомби нужно чтобы что-то произошло чтобы до него дошло ну конечно если это что-то произойдет до того когда это зомбирование зайдет слишком далеко потому что есть точка невозврата когда человек уже никогда не сможет воспринимать реальность такой какая она есть и так оно происходит то есть постепенно 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 открывается все новые и новые какие-то события пласты информационные и я это понимаю как в библии есть такой тоже намек написан что как тысячу лет человек терял свое совершенство так нужно тысячу лет чтобы он его вернул я так счастлива что мой сын будет иметь ребенка наверно женится или я не знаю ой какая радость это интересно очень да что там дедушка стучит стучит хочет хочет родиться хочет родиться говорит обещала да ой спасибо вам чудесный для меня чудесный конечно каждый сеанс для каждого человека это самое важное событие которое только может быть потому что ничего важнее чем освободить свою душу быть не может это место это место идея вот здесь это место это место вот Продолжение следует...